привет ребята с вами линк вы на канале гильдии леммингов и сегодня у нас вторая часть видео по сборки разборки трансформации робота броневика которую я показал вам в прошлой части в прошлой серии мы смотрели сделали unpack вот мне надо было немножко глянуть как он разбирается робот несложный ребят очень классный очень прочный очень сбитенький такой не хлипкий ничего не болтается не шатается он такой весь весь из себя ума вот просто молодец есть комплектация вот такого вот ружья которая стреляет пулями которых в комплекте 2 я уже показывал это в прошлом видео можете посмотреть как он лихо сбивает всякие разные мишеньки вот этой кнопочкой нацеливаетесь и огонь вот в общем замечательская вещь стоит всего 9 долларов даже может быть дешевле ребят сегодня показываем сборку есть проблемки с этим роботом что сразу заметил что эта штука не подходит в виде щита я шучу конечно ружье не садится в ладошку мне пришлось немного подпилить эту руку чтобы засунуть туда ружье потому что изначально она туда не садится я показывал здесь вот видите две было изначально две вот таких вот вот таких штырёчка видите как вот справа их там два вот место белой точки был 2 пришлось его убрать поскольку вот это вот ручка квадратная никак не садилась в руку возможно кто-то найдет другое решение я просто аккуратненько аккуратненько подчеркиваю слово аккуратненько убрал этот колышек он хорошо откололся ровненько вот можно спилить над филёчком аккуратнее но немножко придется повозиться вот чтобы не расколоть руку но рука выдержала все отлично все теперь садится идеально вот это первая проблемка которую я заметил вторая проблемка ребят с этим роботом это когда при трансформации закрывается люк робот собирается в такую бронемашину покажу сейчас мы все равно будем его трансформировать так что чего уж там голова уходит внутрь вы ее туда как бы запихиваете и закрываете крышку так вот аккуратненько это нужно происходить иногда вот эти вот вещи вы щелкиваются вот эти шарики и садите их на место они не должны мешать крышке в идеале закрываться то есть если она мешает и под под ним находится значит возможно просто возьмите пальцем снизу вот здесь вот вот здесь вот и надавите пальчиком сюда то есть как бы сдавите шарик вместе с вот этой штукой он щелчком посадит ее на место и в общем не надо будет сила это все делать когда голова уходит сюда вы там собрали робота потом разбираете ребят голову невозможно достать вот такая вот проблема то есть и очень тяжело кто выковырить ну лично в моей модельки почему потому что снизу обычно должен быть фиксатор кнопка или что-то еще которое вот позволит там нажали она там голова вылезла вы ее подхватили вытащили здесь такой фишки нету ну точнее она есть но вот эти вот две они настолько тонкие что надо искать какие-то иглы разбирать булавки в общем нужно специальный инструмент чтобы это сделать можно и по-другому аккуратненько выковырять ее вручную вот взять кинг подручные средства только сильно не давите ребят и раскачивая с одной стороны с другой аккуратненько вытаскиваете и наверх она там где-то зацепляется слегонца вот какой-то но этими штуками не советую вытаскивать поскольку вы если сломаете шпули но нечем будет потом стрелять в общем можно взять какую-нибудь и не знаю дуло какое не жалко в общем которая есть под рукой и слегка зацепив в общем выковырить его назад он нормально выковыривается в общем вот такой недостаток либо разработать вот таким вот образом весь этот слот чтобы убрать лишние такие надпилы надколы которые фиксируют голову не позволяет ей нормально вылазить наверх тогда все будет окейно вот но сильно не разрабатывайте потому что голова будет сама падать вниз и придется потом уже фиксировать ее наоборот что-нибудь подставлять какие-нибудь спички чтобы она держалась и не падала в общем нужен баланс ребят и за этим надо следить в остальном принципе робот отличный немного неудобен в трансформации очень устойчив лапы большие то есть классно стоит вот немного даже ну со всеми даже пушками стоит хорошо держит баланс в общем отличный ну давайте я покажу трансформацию с чего начнем ребят я думаю с того что отведем руки в клык в крайнее положение вверх чтобы не мешать в стороны вот эти щиточки чтобы они ушли дальше что делаем изначально у нас на 45 градусов повернуты вот эти листовые пластины они выставляются только на 45 градусов ребят ну вот вот в таком положении как сейчас если они будут горизонтально или вертикально очень тяжело их привести в нужное состояние поворачиваете и где-то вот так вот где-то вот так вот и аккуратненько заводите назад то есть аккуратненько ребят он встает разрабатывшись он сточит немного углы вот эти и будет потом вставать отлично ничего не мешая 45 повернули еще раз покажу вот так вот аккуратненько заводите и разворачиваете в общем не надо силой потому что может вылететь шарик потом назад будет тяжело вставлять прячем голову закрываем отсек выравниваем этот отсек должен быть ровный это верхняя часть нашего бтр чека колеса ребят теперь колеса руки вот этими штуками разворачиваем вниз колесами наружу то есть для этого можете повернуть их вдоль вдоль туловище и сразу нужно выставить ребят вот этими вещицами внутрь вот этими выпуклостями внутрь то есть вот этот разрезик нам при соединении должен смотреть наверх еще раз еще раз кто не понял вот так вот стоит рука вот мы спрятали голову руки сначала вдоль туловище выдвигаем и вот этими колесиками внутрь вот так все теперь мы готовы собирать заводим их по бокам руки слегка пускай будут подопущены заводите их почти колеса собраны ребят разбираем туловище только не сильно аккуратненько разбирайте вот так вот не вот так вот не ломайте их назад нельзя так делать вот так вот так постар осторожно на себя тяните чтобы не сломать вот эти вот два штырёчка что потом держаться он не будет будет падать поэтому аккуратно это делаете вот пока отсоединяем ноги они нам не нужны обратите внимание вот мы завели колеса вот этими вот дырками вниз смотрит наш бтр чик и вот видите замочки руки должны встать в них аккуратненько заводите только аккуратно ребят и сильно не сажайте потому что сильно посадите в замок достать потом не сможете слегка наживите я думаю этого будет достаточно на первой стадии вот у нас проблема так ребят если вот столкнетесь с такой проблемой как я поверните руку слегка в бок выправьте щиточек назад и разверните его опять почему именно так должно быть потому что если вы видите вот здесь вот есть зуб а вот там вот есть вот такой замок снизу и они должны совпадать это ребра жесткости которая получается при сборке то есть но так вот он должен быть порядок действия не обязательно тот который я показываю ну я так подозреваю что так будет проще возможно по собирав по разбирав его несколько раз вы найдете более простой способ можно сразу соединить наверное что было проще да чтобы они вы не соедините видите пока не вставить и колесо вот так вот она рассчитана слегка наживляем колесико она встает на место и теперь вот этот замок вот этот вот он сам закрывается фактически то есть вот переднюю часть мы собрали вот наш робот вот так вот он должен выглядеть полусобранным теперь разбираем его аккуратненько переворачиваем ребят ноги вот так вот на 360 градусов нет ну да передам смотрели не 360 это полный круг 180 ребят я такой великий математик что их путаю постоянно эти два понятия что мы делаем теперь мы отводим ноги назад полностью назад чтобы по вот этого часть вот этой жемчужинкой смотрела вовнутрь ребят ну да так и должно быть жемчужинка должна смотреть вовнутрь и наверное нужно сразу собирать ноги можно можно собрать завести вот вот так вот туда их затолкать или вот так вот боком завести в общем смысл такой что нам нужно вот эту часть завести вот сюда ноги я извиняюсь ребята сразу вот здесь вот стоят две защелки которые не позволяют ногам проваливаться и если вы аккуратненько надавливая вот на эту поверхность и вот на эту поверхность как бы друг другу вот так вот сместите она потом легко собирается и когда будете назад трансформировать также в обратную сторону вот эти два пальца как бы разводить аккуратненько пуль до щелчка все достаточно это он стал можно второй щелчок сделать но это не нужно одного достаточно то есть где-то здесь происходит фиксация внутри еще раз надавливаю сюда слегка надавливаю сюда слегка и свожу их как бы об она уходит внутрь также со второй слегка надавливаем и она заходит есть небольшие замочки которые держат эти лапы вместе можно их аккуратненько соединить не сломайте они вам пригодятся можно убрать вот эти штуки вниз вот оставить 2 2 2 отверстия две дырки не знаю ну они также и классно смотрятся и наверху закрываете отверстие тоже выглядит клево засовываем ноги до упора я обычно разбираю его на две половинки чтобы но все равно там выскакивает этот шарник вот отводите назад чтоб не мешал и слегка заводите друг в друга слегка сильно завел собственно нужно соединить две части так чтобы вот эти два замка совпали заводите по очереди один слегка оттаскиваете 2 и вон отверстие если вы видите подводите к нему верхние отверстия защелкиваются практически сами все ребят выравниваете вот это дело руки там я не знаю чтоб колеса крутились вот эту штучку можете застегнуть назад чтобы конструкция выглядела целой ну и вот как-то так она работает броневик сверху элемент башня крутящиеся в разные стороны все ездит все работает вот обратная трансформация я думаю займет меньше времени но тем не менее покажу ребят пушку вот эту поставить никуда не нашел и отверстие куда ее воткнуть хотите так сделаете как вариант тоже прикольно заряжаете ракету в виде такой вот установки ставите мишень и можете поупражняться в стрельбе поражение в общем вот так вот это все работает опять же покажу еще раз и поехали разбирать снимаем башню убираем вот эти дела первым делом нужно снять вот эти боковинки аккуратно ребят они поначалу очень не разработаны очень тяжело снимаются не оторвите их вот можете слегка ослабить ноги это ослабить конструкцию но не решит ваших проблем ослабьте колеса вот если не открывается можете открыть их вообще вот таким вот образом кстати можете в конце собирать последними передние колеса видите то есть вам тогда не будет мешать сборка с на остальной конструкции это вот я только сейчас заметил что так можно и пробуйте открыть вот эти вот вещи с легенца ребят аккуратненько одну вытащили потом вторую две сразу не вытаскиваете точно сломаете вытаскиваются очень тяжело вот ну со временем разработается и все будет окей то есть открыли вытащили ноги развернули мы помним да вот и собираем на место она мы поднимаем эту штуку и потом собираем на место есть открываем голову 45 градусов уни 45 градусов пунь руки поворачиваются красным как и покрытие наружу выставляется кисти локти все дела вот он собран хотите при мастырте на жвачку вот это дело сверху тоже будет клёво смотреться слоника сделать хотите достаньте голову для любителей оригинала вот очень ровно аккуратненько не ломая вот эти вот штуки ровненько не давите их не так открываете как я это делаю вот так ровно чтобы штыречки выходили потому что будете наискосок вытаскивать по переломаете ищем фиксатор ноги берем как я показывал пунь вторую также есть нащупали сегодня не закроются а мы не стоят и вытаскиваем голову и сюда работой с двух сторон расшатываете ребят был он такой стесняшка сразу выходить не хочет надо его за уши вытаскивать вот так ну как то вот так это все работает ставим пулеметы во все лапы ему и ваш боец готов отстреливать десептиконов в полный рост ну как то вот так вот можно ему еще пушку вручить вот таком образе все идем нагибать ну все ребят на сегодня все время уже ничего себе мы сняли вот такой вот забавный робот попался мне всем советую отличная игрушка и в коллекцию и для детей просто будет вещь обалденная ну с вами был линк подписывайтесь на канал ставьте лайки арты будут в группе вконтакте всем пока увидимся следующем видео